Значит взрывы на Северном потоке 1, Северном потоке 2. Пытливые умы докопались до некоторых более ранних заявлений Байдена о том, что в случае усугубления ситуации на Украине Америка, скажем так, примет превентивные меры и все тому подобное. Увидели пост в соцсетях бывшего премьер-министра Польши с благодарностью Соединенным Штатам, увидели заявление представителей Латвии и по большому счету тут несложно все свести. Россию обвиняют, потому что Россию будут во всем обвинять. За окном и дождь и град, это Путин виноват. Кошка бросила котят, это Путин виноват. Вот как бы общая парадигма сегодняшней деятельности коллективного постзапада. И в данном плане оно будет продолжаться, мы просто нормальные с вами люди, мы не должны на это вообще обращать внимание. Запад сходит с ума, там большая часть политиков это сумасшедшие фрики и ожидать от них чего-то разумного нет смысла, поэтому Россия для того, чтобы нормально функционировать во внешнеполитическом поле, она должна принимать решение, претворять ей в жизнь абсолютно без учета по возможности позиции каких-то, не знаю, персонажей типа передвижного деда Джозефа Байдена и там, не знаю, какой-нибудь Ли Страс и Ижи с ними. Значит дальше. Конечно же аналитики связали факт диверсии на Северном потоке 1 и Северном потоке 2 с тем, что Россия будет терпеть финансовые убытки в связи с невозможностью поставлять газ по Северному потоку 1 в Германию. Но большие убытки будет терпеть Германия и другие страны Европы, где все завязано, вся промышленность завязана именно на Северном потоке 1 и на тех ветках, которые от него идут. Я не специалист, не буду здесь досужу рассуждать. Тут эксперты в области, на самом деле в области газоснабжения и в области европейской промышленности могут высказаться более полноценно. Но есть еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Германия как страна полностью подотчетная Соединенным Штатам Америки, а вернее финансовому интернационалу, действующему из Соединенных Штатов Америки, на днях на уровне Бундестага, не на днях, не многим ранее короче, на уровне Бундестага застопорила поставку вооружения своего на Украину в войне против России. Видимо Соединенные Штаты подобным образом решили указать, кто в доме хозяин. Вот и все. А дальше что? Дальше уже эксперты говорили, что промышленность Европы из-за невозможности пользоваться газом российским будет уходить из Европы, будут уходить Соединенные Штаты, там ей будет поспокойней. Соответственно Европа будет деградировать экономически, а следовательно и социально, а следовательно с точки зрения государства. Евросоюз будет распадаться, вместо Евросоюза возникнет немецкий Четвертый Рейх, авторитарный, ростки этого уже за последние 30 лет хорошо проросли. У меня даже рубрика есть на моем телеграм-канале Четвертый Рейх с аналогичным хэштегом, где я рассказываю, не я рассказываю, а публикую материалы мировой прессы о том, как там издеваются в Германии над людьми, причем реально именно фашистские. Четвертый Рейх вернулся, он вернулся из Латинской Америки, вот это вот золото Бормана, золото партии, помните, 17 мгновений весны. Оно вернулось из Латинской Америки обратно на родину, вместе с той организацией, которая вокруг этих денег не распадалась на самом деле после победы Советского Союза над Третьим Рейхом. Вот и все, и этот Четвертый Рейх, он будет арьергардом для мирового финансового капитала, который будет уходить из Европы вместе с НАТО. Вот такая вот интересная реальность. В замечательные, увлекательные времена живем. Николай Костыркин, Кишинев, Молдавская ССР. Специально для Федерального агентства новостей. Специально для Федерального агентства новостей.